Мы же его не просто назвали Роберт, да, это гнездо в Косихе, то есть совсем недалеко от села Косиха, да, то есть вот понятно, почему Робертом его назвали. Гнездо очень давно известно, гнездо давно наблюдаемое. Там было помечено 4 птенца трекерами, вот один остался жив. Черные аисты занесены в российскую красную книгу. Сколько всего их в стране, сосчитать сложно, рассказывает Алексей Эбель. Птица живет вдали от людей, найти ее довольно тяжело, но на Алтае гнездятся порядка 100 пар аистов. Это российский рекорд. У нас для них достаточно много темных, болотистых, комариных мест. На зиму аисты улетают в Индию, но возвращаются с зимовки единицы. По пути следования уже этих птиц, то есть там у нас есть Афганистан, Пакистан, то есть такие вооруженные страны, да, где вот... Нет, у нас были же прецеденты, то есть у нас два аистенка в первую же миграцию погибли, один был убит в Пакистане. И причем браконьер похвастался в интернете, почему мы знаем, да, то есть была такая фотография. А вторая птица у нас погибла на границе Пакистана и Индии. Из 19 птиц, которым два года назад прикрепили датчики, живы лишь две. Вот так выглядят трекеры, благодаря которым можно отслеживать их путь. Легкие и не доставляют аистам неудобств. А эти зеленые линии на карте – тот самый путь черных птиц. Датчики со временем позволят провести ряд мероприятий, чтобы уберечь краснокнижных от гибели. Существуют такие проекты, на самом деле, как бы это еще одна капля, которая точит тот камень, да. То есть на самом деле есть проблемные страны в мире, не только Пакистан, где вот такие вещи творятся. На самом деле есть крупные проекты международные, которые пытаются и убедить правительство этих стран, что нужно менять законодательство и каким-то другим образом взаимодействовать, в том числе помогать искать браконьеров. Потому что в Пакистане фактически это запрещено. Но тем не менее люди делают, а у местного правительства нет ресурсов, чтобы этим заниматься. К сожалению, несмотря на то, что Роберт уже на территории края, он по-прежнему в опасности. Начался очередной этап весенней охоты и частенько краснокнижные птицы тоже оказываются под прицелом. Но Алексей Эбель надеется, что Роберт все-таки доживет до своего четырехлетия и у него будут птенцы. Процесс гнездования таких птиц не менее интересен, чем отслеживание их путешествий по миру. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.